Вы смотрите передачу «Москва. События». Здесь, видите, в конце Кренового бульвара, на его пересечении с улицы Новинки, туда вот идет она, по границе музея-заповедника Коломенское, здесь строится новая станция метро, которая, по крайней мере, пока будет называться, ну, в проектное название, на сегодняшний день, это Креновый бульвар. Вот эта станция, она будет частью Большой кольцевой линии, которая сейчас, как известно, по всей Москве довольно-таки интенсивно строится. Ну, вот видите, там вот эти краны все, всякие бытовки. Вот по той стороне, вот как раз улица Новинки, вот эта стоянка, и вот это как раз строится метро. Вот, начали строить это около года назад, в 19-м году, ну, в начале 19-го года. Вот, прямо здесь вот, на пересечении трех улиц, можно сказать. Там дальше Коломенская улица, ну, и вот как раз новинки, и вот этот вот Кленовый бульвар туда отходит. И здесь вот стали строить метро. Вот здесь раньше, на этом месте, где сейчас вот метро строится, вот эти бытовки, там раньше была частично автостоянка, сейчас она немножко сократилась вот до этих пределов. Ну, а в основном там была такая зеленая зона, всякие спортивные площадки, были корты, вот это все. Ну, то есть такая, как бы, спортивная зона отдыха, можно сказать, была такая, да. Ну, а потом все там ликвидировали, и вот теперь строится метро. И хотят его построить в 2023 году. Ну, по предварительным данным, открыть станцию метро, здесь вот Кленовый бульвар, хотят в 2023 году. Ну, надо сказать, что это вот район Ногатинский затон. Здесь сейчас строятся две станции, вот этой большой кольцевой линии, вот этот Кленовый бульвар, а еще там вот, уже в конце этого, район Ногатинский затон, прямо на берегу Москвы-реки, вот строится, ну, станция метро еще Ногатинский затон, она так и называется. Ну, по крайней мере, проектное название, так она будет называться. Так что две станции метро, и хотят их открыть в 2023 году. Там раньше были гаражи, их снесли вот тоже где-то около года назад, ну, и вот теперь там тоже и вовсю идет стройка. Так что вот, тут две станции метро будут строиться. Ну, по сути, уж особо какой-то большой необходимости в них нет, потому что, в принципе, Коломенск, она, ну, в общем, можно сказать, почти в шаговой доступности, да, ну, по крайней мере, там две остановки. На автобусе это, конечно, совсем недалеко, ну, вот, ну, Ногатинский затон, может быть, более востребовано. Ну, вот этот Кленовый бульвар уж не очень, ну, с другой стороны, ну, сейчас же новую линию строят, большую кольцевую, ну, где-то станции надо строить, ну, вот и лепят везде. Ну, тоже протесты тут были, конечно, как обычно, хотели там воспрепятствовать, ну, это, естественно, все бесполезно, закончилось ничем, потому что, ну, против Лома нет приема, это же понятно, поэтому здесь либо стенка на стенку, либо все, руки кверху и никаких шансов, как говорится. Ну, в общем, вот будет здесь метро, так что еще годика, наверное, три будут строиться, ну, если все будет идти по плану, как вот все планируется. Продолжение следует...